Знаете, есть, наверное, я вообще как бы про политику, но есть, очевидно, голая политика, которой занимаются специальные люди, как наш министр иностранных дел и определенные структуры. А что касается людей искусства, то происходят вещи такие, это люди эмоциональные, люди искусства, иначе они бы этим не занимались. И происходит порыв. Произошел порыв у Арбенина приехать туда, у него были свои мотивации. Произошел порыв у Андрея Макаревича, у него тоже были свои мотивации. Я не думаю, что они ожидали такого, как бы, такой реакции. Но, скажем, не может быть, даже любой спектакль, любая программа концертная, фильм и так далее, книга, все равно у человека есть своя позиция, которую он выражает. Выходит ли он на сцену, пишет ли он книгу и так далее. Без этого невозможно. Все равно человек живет в обществе. И не реагировать, каждый по-своему, естественно. Но не реагировать человек, любой человек не может, тем более человек искусства. Поэтому это было и это будет, это было и при советской власти, когда люди выражали свое отношение к тому или иному, к той или иной ситуации, которая возникала в обществе, в стране, не в нашей стране, а в другой стране. Поэтому это позиция каждого человека. Вы знаете, вот самое главное не навреди. Вот у врачей, у медиков, да, вот не навреди. У педагогов при воспитании детей ты можешь о чем угодно с ними говорить, но не навреди, то есть психику не уничтожь, да. Актер выходит на сцену к огромной аудитории. Ты можешь говорить о чем угодно, но не навреди. Не будь пошлым, не будь мерзким со сцены, не неси эту энергию. Я, наверное, долго говорю, но еще раз скажу, у каждого своя позиция. Каждый имеет право на свою позицию. Но не навреди. Субтитры создавал DimaTorzok